20 минут о красивой жизни, ярких событиях и симпатичных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Немного странно и в то же время интригующе. Усиливает это ощущение фэшн-перформанс молодых дизайнеров, которые предложили гостям в день открытия выставки знаменитого бельгийского художника. Многие люди относятся к мусульманам как-то с презрением. Я хотела показать, что они тоже могут быть модными, что не нужно этого стесняться. Но если ты родился, ты эту религию принял, то ты имеешь полное право быть таким же стилем, модным. Я вдохновлялась птицей. Это был Аист Марабу. Точнее, это рассказ Роман Ирвак Уэлшер «Кошмар Аист Марабу». Эта птица, она с одной стороны олицетворяет легкость, с другой стороны это строгость. Я пыталась это воплотить в коллекции, в крое. Также использовала немножко милитарий стиль. Это было видно в кольчуге, в цвете хаки, который к военной теме относится. И также я взяла крой рукавов кавказских народов. Это была просто моя фантазия, моя интерпретация. Мода и искусство вдохновляют друг друга по меньшей мере с начала прошлого века. Эти коллекции с картинами Магрита объединяют реализм. У художника, например, он магический. Если вы посмотрите на работы, которые здесь представлены, в отличие от сюрреалистов, его работы не растекаются, они форм не лишаются. Мы видим обыкновенные привычные предметы. Но их сочетание порой просто абсурдно, алогично. И Магри, соединяя несоединимое в своих работах, и давая иногда названия, до которых догадаться очень сложно, он пытается человека заставить стать философом. Несоответствие полнейшее. Девушка с цветами, такая вся нежная, называется какая-то война, неоконченная война. Или наоборот, каменные люди, там, что-то о фиалках. Да, здесь несоответствие, то есть нужно задуматься. Необычные очень, конечно, необычные картины. И приходит в голову, что же у него было в этот момент, да, в голове, что его именно на такие картины сподвигло. Ну, а потом присматриваешься, очень мне игра нравится. Света, цвета, теней. Для меня все-таки классика ближе. С такими работами мы редко сталкиваемся, но я считаю, что такое искусство тоже нужно. Самой цитируемой работой Магриты является картина «Влюбленные». На этой выставке она представлена в оригинале, а вот сына человеческого зрители увидели в трех вариантах. Как часть экспозиции, в качестве афиши и формате перформанса. Это Beauty Time, программа о том, что делает в нашей жизни. Продолжаем выпуск. Мода, она не просто все время меняется. Она постоянно заставляет нас преодолевать стереотипы, отказываться от того, к чему мы, казалось бы, только что привыкли. Но делать это просто необходимо. Только так можно оставаться современным, интересным и конкурентно способным. А разобраться с модными трендами, со всеми возможными дисгармониями и провокациями, найти индивидуальное решение всегда помогут специалисты. Можно попробовать сыграть на разности в фактурах ткани или принтах. Например, клетка с клеткой. Они могут быть одинаковые в тональности, но, возможно, разные по размеру. Или при одинаковом же цвете ткани у нас может быть совершенно разная фактура верха и низа. Несколько сезонов назад элементы спорта в деловом и вечернем гардеробе считались ультрамодными. Сегодня лампасы, молнии и кулиски не ассоциируются только лишь со спортом. Брюки с лампасами очень хорошо вписываются в самый обычный классический повседневный гардероб. У нас всегда есть на помощь белая рубашка, есть футболки и жакеты, которые очень интересно соединяются с брюками. Спортивная тема, она с нами надолго, и поэтому уже в разных сферах жизни и в разных коллекциях вы можете это видеть довольно часто. Смело используйте ваши повседневные тоже гардеробы. Это придаст и легкости какой-то, и современности. Еще одна примета сегодняшней моды – это спортивная обувь, которая также сочетается буквально со всем, в том числе и с платьями. Следует платье выбрать все-таки какое-то лаконичное, и тогда, в общем-то, любую обувь вы сможете вписывать и менять настроение вашего образа. Мерить, смотреть, пробовать, экспериментировать, а главное – ничего не отрицать. Только так можно разобраться в тенденциях моды. Кстати, дизайнеры, маркетологи и стилисты давно не делят коллекции на молодежные и для зрелых людей, предлагая формировать свой гардероб, исходя из образа жизни и индивидуальных предпочтений. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово-159. Вероника Белоцерковская – популярный блогер, издатель журнала «Собака.ру», автор книг по кулинарии. Она посетила Челябинск в рамках рекламно-познавательного турне по городам России. В своем интервью «Бьюти Тайм» Вероника рассказала о вредных привычках, личных предпочтениях и о том, где будет встречать Новый год. Подробности прямо сейчас. Добрый день, Саша. О чем мы будем говорить с вами? Мы будем говорить о вредных привычках, о путешествиях, о гастрономии. А это применяется. Она все время с телефоном снимает и публикует буквально каждую секунду. Популярный блогер Вероника Белоцерковская приехала в Челябинск в рамках рекламного тура по городам России. Я соглашаюсь, конечно, на рекламу, потому что, буду честно, платят мне за это избыточно, и было бы нелепо отказываться. Но, тем не менее, на рекламу каких-то определенных продуктов я никогда не соглашусь, потому что у меня есть какое-то интуитивное чувство, что... Ну, во-первых, врать нельзя, потому что, ну, можно обмануть, не знаю, там, 10 человек, 100 человек, но когда у тебя уже определенное количество подписчиков, все-таки они понимают, когда ты врешь, когда ты не врешь. Вот сейчас я, например, рекламировала холодильник и шла как на заклание, потому что, конечно, победила жадность, но он казался настолько великолепным, что мне пришлось даже само его приобрести. И мы как-то с ним подружились. Ну, слушайте, в моем возрасте, мне кажется, уже поздно от чего-то избавляться, но, наверное, от излишней энергичности, импульсивности и категоричности в суждениях. Ну, слишком много, наверное, каких-то эмоций и впечатлений, которые я, скорее всего, не успеваю перерабатывать, и в моей жизни получается такой сплошной хаос. Ну, смотрите, есть определенный, конечно, порог комфорта популярности, потому что, ну, ни для кого, для нас не секрет, что, наверное, 10% населения, они не совсем адекватны, и все-таки, когда, я не знаю, там читают 600 тысяч человек, то надо все-таки отдавать, что 60 тысяч из них будут на тебя реагировать определенным образом. Ну, слушайте, врать не буду. У меня есть персональные хейтерские форумы, на которые я себе уже лет 5 запретила ходить, потому что после них прям реально болеешь. Но, тем не менее, количество людей, которые мне благодарны за мои рецепты, за какое-то видение мира и вот эту вот какую-то такую дико приятную настоящую благодарность, оно, конечно, искупает абсолютно все вот эти, ну, скажем так, болезненные побочные эффекты. Нет, уже лет 5 абсолютно не задевает, потому что, наверное, уже не существует такой словесной конструкции, которую я бы не слышала. И, слушайте, на самом деле же понятно, что люди в социальных сетях, они говорят себе о себе. То есть, это, то есть, читая любой комментарий, ты понимаешь, что это просто проекция конкретного человека и не больше. То есть, к тебе это не имеет вообще никакого отношения. Ну, я научилась уже путешествовать с одним чемоданом, раньше это было 3, потом 2, сейчас 1, и мне, в принципе, не доставляет никакого дискомфорта. Я ничем не жертвовала, у меня уже своя какая-то такая эргономика, то есть, у меня есть определенный, наверное, какой-то, скажем так, ряд вещей, которые ждут, когда, наконец-то, я их отвезу. Им, да, прогуляйте, что-то им показать. Но принарядиться – это вообще важно, не только в путешествиях. Ну, подожди, я очень сожалею о том, что у меня очень мало времени ходить к косметологу, потому что, конечно, это отражается и на лице, и так далее. Но я в этом смысле немножко, наверное, не женщина, я постоянно сижу в каких-то таких своих внутренних переживаниях, поэтому, наверное, для меня это не очень важно. И свою какую-то, ну, назовем это, телочью ликвидность я оцениваю достаточно адекватно, но в личной жизни мне это совершенно не мешает. Красивое лицо сохранить получается с трудом, задницу я на это моментально, сейчас я на это плюс 6 килограмм, совершенно не понимаю, как с этим бороться, потому что скоро Новый год и так далее. Но, как все нормальные женщины, наверное, в начале марта я начну думать о том, что, 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 что же, что же, что же, что же. Слушайте, врать не буду. Лучший способ для меня похудеть – это мне жрать после 6. Все. Другого не существует. Сложно первые три дня, а потом ты прямо начинаешь получать удовольствие, потому что ты просыпаешься дико голодной, и как-то это удивительным образом тебя очень стимулирует к правильному питанию. Я люблю ярких людей, но для меня, конечно, очень важны такие качества, наверное, как порядочность, в неком смысле преданность, чистоплотность и так далее. То есть ничего такого. Но я им сейчас не скажу, наверное, тоже что для всех. И если я сталкиваюсь с какими-то яркими проявлениями этих качеств, я как-то научилась безболезненно такие вещи, ну, не знаю, там, от себя отрезать. Перелеты ненавижу, так как я аэрофоб, но, собственно говоря, любопытство, оно побеждает все. То есть я бы никогда в жизни не поехала в Челябинск, если бы мне не было, и вообще бы не вписалась в этот проект, если бы не любопытство. Потому что я себе отдавала отчет, что, ну, собственно говоря, лет мне немало, и когда я еще тут окажусь. Италия. Ну, я поклонник монопродуктов, конечно, и в этом смысле итальянцы, они настолько, то есть там такая очень специфичная ситуация, то есть ты отъезжаешь 100 километров, и там уже другая еда других мам, там другие теруарные продукты. И, то есть итальянцы любят еду, еда любит итальянцы. Все-таки французская кухня, она построена больше на, наверное, все-таки искусстве приготовления, на каких-то технологических процессах. Итальянцы, они все-таки про именно сам продукт. Слушайте, не меняются вкусы детства, меняются, конечно, остаются какие-то паттерны, которые прошиваются на всю жизнь. Для меня это, не знаю, там солнце, море, сидящая шумная семья за столом. Для меня вся бабушкина семья из Одессы, этим все сказано, там все крутится. Они такие же точно, как итальянцы, поэтому итальянцев люблю, это все крутится вокруг еды и сплетен на соседях. Такая роза гроза росла красивая над этим, и, ну, все то, что я имею сейчас, у меня дом на море, у меня точно такие же розы, у меня терраса, друзья, и, ну, скажем так, новая жизнь, которой я очень довольна. Ну, слушайте, да, несмотря на изменения там нашего с моим последним мужем матримониального статуса, все равно у нас Новый год, это семейный праздник, все-таки у нас дети, и мы считаем, что детям надо давать, конечно, вот ощущения этой семьи, там, чтобы не происходило в наших отношениях, но вот эта база, которую мы должны заложить, мы должны заложить, на ради того, чтобы дать им ощущение все-таки вот этого вот большого семейного праздника. В загородном доме у нас наряжаются елкой на улице, и внутри дети, собаки, шум, ор, утром гости. Конечно же, это будут там новогодние салаты, которые там есть у всех, и обязательно ведро оливье, и я всегда готовлю традиционно уток, это моя сильная сторона. Вы смотрите Бьюти Тайм, далее в выпуске инноваций в косметологии. Как можно выиграть время и сохранить свою молодость, смотрите прямо сейчас. Лазер – явление многофункциональное, в каких только областях его сегодня не применяют. Лазер в косметологии – это устранение новообразований, борьба с пигментацией, куперозом и, конечно же, комплексное омоложение, рассказывает врач-косметолог Екатерина Александровна Козель. С возрастом у нас снижается выработка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, снижается активность фибробластов. Для того, чтобы активизировать эти процессы, мы используем лазер. Так, сейчас мы зададим необходимые параметры для процедуры. Они выбираются исходя из фототипа кожи и из чувствительности кожи пациента. Выбрали несколько видов насадок и будем воздействовать на определенные слои кожи. Сейчас я выбрала насадку, которая будет воздействовать на глубокие морщинки. Этот аппарат не вызывает нагрева тканей близлежащих. То есть сначала мы прорабатываем глубокие слои, потом чуть поверхностнее и последнее уже самое поверхностное, чтобы исключить ненужный нагрев тканей. Если мы пойдем с обратной стороны, то у нас энергия будет копиться в поверхностных слоях. Если стоит задача убрать пигментацию или паутину мелких морщин, тогда будут применяться насадки, которые эффективно прорабатывают именно поверхностные слои кожи. В нашем же случае вариант глубокого омоложения. Лазер воздействует на ваши глубокие слои и стимулирует выработку компонентов молодости. Он стимулирует активность приброгластов и выработку коллагена, эластина, а также гиалуроновой кислоты. Необходимое количество процедур от 4 до 6 с интервалом 1 раз в 3-4 недели. Вы сможете спокойно после процедуры вернуться к обычному в вашем режиме жизни, к обычной вашей работе. За те годы, что лазерные методики применяются в медицине, сменилось несколько поколений аппаратов, и каждая новая модель обеспечивает еще большую эффективность при малой травматизации. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200 ровно 23 23. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223 43 63. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-ателье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкина 32. Все сюжеты «Бьюти Тайм» на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и медстудию «Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова